Прибыльный бизнес, так говорят о животноводстве, сотрудники компании ООО «Волга Агра», которая специализируется на разведении КРС молочного направления. Ведь сегодня говядина и молоко – самые популярные продукты для потребителей. А главным аспектом для высокой продуктивности и получения дохода является соблюдение основных требований содержания буренок. «Волга Агра» – одно из самых крупных животноводческих предприятий района, которые осуществляют свою деятельность на территории села Орловка с 2005 года. Специализируется оно на производстве животноводческой продукции – молока и говядины. Поэтому к буренкам черно-пестрой молочной породы здесь относятся особенно бережно. «Общие сложности около 500 голов. Дойных – 222 головы. Сейчас идет у нас молока, правда, немного, но идет массовый отел. Сейчас массовый отел, вот где-то еще будет продолжаться около дня. А там уже пойдет молоко. Селяция в данный момент отела прошло 70 голов. А ожидается сколько? Ожидается еще голов 80-90». Чтобы рогатые кормилицы были здоровыми, а молоко вкусным, в хозяйстве используют так называемую стоилово-пастбищную технологию выращивания животных. Коровы содержатся на фермах лишь в зимние месяцы. А все остальное время с апреля по глубокую осень животных выпасают на пастбищах. «У нас три сорта сена. Суданка, лицерка и луговое сено и солома. Вот мы чередуем очередное. Сейчас вот, когда вот отел, сейчас мы подкармливаем суданка и лицерка. Лицерка, она сладкая, и она для коровы самая такая. После отела, чтобы они сразу окрепли. Ну и также фураж у нас 6 килограмм дается на голову. Три утром килограмма, три вечером». Сейчас в хозяйстве самая ответственная пора – зимовка, на которую животноводы заготовили более 2000 тонн сена и соломы и свыше 600 тонн концентрированных кормов. Впрочем, по мнению работников предприятия, она почти завершилась. Солнышко уже греет по-весеннему и скоро на лугах зазеленеет травка. «Запасли на зиму нам хватит. Закупать мы не думаем нигде, ничего подкупать, а должно быть своего хватит. Так, по расчетам, в апрель мы даже, ну даже апрель полностью продержимся, апрель. Но там пойдет уже выгон в апреле, в конце где-то в апреле, 26-27 числа, где-то как планируем, на выгон, на вольное, как говорится, спальню». Все необходимые для животных корма в хозяйстве выращивают на полях самостоятельно. Здесь имеется порядка 500 гектар земли, где для рогатых питомцев выращивают полезные культуры. Имеется на предприятии техника для посева и уборки урожая, тракторы с навесным оборудованием, грузовые автомобили. В Волгагре на постоянной основе трудятся порядка 8 человек. «Половное приездие, половина местности. С деревень едут, работы нет. Сормежка у нас трехразовая и жилье. Кто домой не ездит, туда-сюда, здесь живет. Ну, вроде не обижается никто». Сами работники отмечают, что труд животноводов не легок, но почетен. Да и питомцы у них дисциплинированные, неприхотливые, устойчивые к заболеваниям и климатическим факторам. Коров черно-пестрой породы также отличает быстрый привес и отменное качество и количество молока. В 2020 году его надоено 1094 тонны. «Сейчас спрос идет на молоко. Молоко у нас нормальное. Жалоб не от клиентов, ни от кого нет пока. Ну и не было жалоб неких. Постоянно мы и на анализы завожу, сдаю». Успешной работе животноводов во многом способствуют и специальные меры господдержки. «Волгагра» является получателем субсидий, возмещающих затраты на поддержку собственного производства молока и в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание молочных коров. Деляясь планами на будущее, специалисты предприятия заверили, что в будущем стада будет еще больше. Сейчас естественным путем идет прирост поголовья. И если в прошлом году получено 193 головы приплода, то и в этом году увеличение составит более 100 голов.